Ну, коль уж пошла такая пьянка, то хочу вам рассказать про моё отношение к национализму. Вернее, про то, как нас воспитывали и что вложили в меня, в частности, в Советском Союзе. Жил я в коммунальной квартире, в которой половина была евреев. Гречка был, собственно, отец космонавта, его мама. Он был украинец, однозначно. Но жили мы, так сказать, общение, я не думал о том, кто есть. В школе у меня половина в классе была евреев, лучший друг был еврей. Сейчас он уже много-много лет живёт в Израиле, Евгений Вапник. Ну, лучше не лучше, но мы были в прекрасных взаимоотношениях. И никто никогда не думал, еврей ты или не еврей. Более того, я вам расскажу, как я чуть было не стал грузином. Когда мне нужно было получать паспорт, я пошёл в отделение милиции, что на Звенигородской улице, 28-ое отделение милиции. 16-летность мне исполнилась. Я прихожу и отдаю в окошко, говорю, мне нужно паспорт, документы на получение паспорта сдать. Она говорит, так, 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 а какую национальность будете выбирать? Вернее, я думаю, какую вы национальность возьмёте, задала мне барышня из окошка. И тут я думаю, что ж такой вопрос-то, вопрос-то сложный. Я сразу представил себе, все 15 республик нашего союза, и помимо 15 малой народности, я должен вот сейчас, вот прямо сейчас при ней, чтобы она записала, какую национальность я выбираю, что же мне раньше-то об этом не сказали. Я мучительно стал думать, какую же национальность мне выбрать. И тут я спорил, что у моего дядьки, царство ему невестное, был очень хороший друг. Когда они жили ещё в нашей коммунальной квартире, он приезжал из Грузии, грузин, приезжал из Грузии, и несмотря на всевозможные распри в большой коммунальной квартире, у нас было 9 или 10 семей, что-то такое, огромная квартира, две кухни. И несмотря на какие-то разногласия там, коммунальные, что называется, когда приезжал этот Георгий, у нас праздник, потому что он приводил вино, фрукты, и сам был активен, он угощал всех, не только, не только, собраться в комнате было невозможно, он угощал всех, и у нас в квартире с его приездом происходил праздник, как Новый год, я помню это очень хорошо. И он такой весь активный был, позитивный, с очаровательным грузинским акцентом. Я говорю этой паспортистке, грузинам, пишите грузинам. Она говорит, нет-нет-нет-нет-нет-нет, выбирайте из того, что есть. Я говорю, а что есть, простите. Она говорит, в метрику свою смотрели, посмотрите. Она мне дает мою метрику, и тут я впервые заглянул в метрике, написано, отец белорус, мать русская. Тут я понял, что вопрос-то был гораздо уже, и не так интересен. И тут весь как бы огромный Советский Союз моментально сжался до двух, ну, немаленьких республик, но выбор был уже не столь широк. Я-то думал, что я могу хоть узбеком быть, кем угодно. Представляете, насколько, так сказать, воспитание было такое, что я могу выбрать любую национальность. Мне было пофигу, кто я на самом деле. Ну, тут я выбрал, что называется, русского, по той причине, что отца я шести лет своих не знал. Ну, развелись. Бывает такое в наших палестинах. И не видел его практически. И взял, как бы, национальность русский. Не потому, что это наша, как бы, это титульная нация. Нет, упаси меня Бог. Я всегда всем говорю, что я наполовину белорус. И очень даже этим горжусь. Вот. Но, к сожалению, грузинам я так не стал. Так что я хочу про то сказать, что наше поколение было воспитано настолько в абсолютном, как говорится, в равнодушии к национальности кто-то есть. Если ты хороший человек, значит, ты хороший человек. А плохие люди есть везде. Так что вот грузинам я не стал, к сожалению.